Сегодня я предлагаю вам рецепт ароматной изюмной водки и поделюсь своим лайфхаком, как ее сделать. Присоединяйтесь! Поехали! Присоединяйтесь! Это действительно водка с изумительным изюмным вкусом, если вы, конечно, любите изюм. Для начала ингредиенты. Все очень просто, всего-то нам нужно. Это самогон 45% крепости, вот он 2 литра. Изюм 400 грамм. Вот у меня 400 грамм такого темного, достаточно крупного изюма. Будьте любезны. Я его купил на рынке. И если такого крупного темного изюма не будет у вас где-то поблизости ни на рынках, ни в магазинах, вы можете использовать обычный коричневый изюм. Вкус от этого будет немножко другой, но сама суть останется такая же прекрасная. И на последнем этапе нам нужно будет 4 литра воды. Значит, общее приготовление следующее. Сначала вам нужно, понятно, сделать самогон. Я этот самогон делал на аппарате Домспирт. Я сделал ректификат 96%. Как я это делал, я уже рассказывал в видео. А ссылочка на производителя этого отличного аппарата с рельчатыми, ситчатыми колоннами будет в описании к данному видео. Значит, сделать самогон. Вот он. После чего вам нужно эти ингредиенты, которые я сказал, изюм нужно будет промыть, порубить ножом, так, чтобы он быстрее отдал все вкусности в наш дистилляк. Затем изюм засыпается в банку. 10 дней в темном, теплом месте все это дело выдерживается, периодически встряхивается. После того, как настой у вас уже готов, вы берете самогонный аппарат и делаете третью перегонку. То есть в куб заливаете настой, который у вас получился, плюс заливаете 2 литра воды. После чего делаете третью перегонку. После третьей перегонки разливаете напиток по бутылкам и даете отстояться хотя бы неделю в темном, прохладном месте. Вот, в общем-то, ваша изюмная водка готова. Значит, как делать третью перегонку, я в данном случае, мы когда будем ее делать, я объясню. Но кое-что нужно подготовить заранее. Вот я сразу хочу сконцентрировать ваше внимание на одном лайфхаке. Когда вы делаете третью перегонку, вы замеряете спиртуозность не в струе, а в общем объеме отобранного продукта. Это очень важно, потому что если ароматика у нас есть в нашем спирте, она может в свою очередь дать аппалисценцию. Поэтому третья перегонка делается именно с замером спиртуозности всего общего отобранного продукта. Она должна быть не ниже 40%, а лучше 45%. Так вот, суть в чем? Что, допустим, представьте, я в эту банку буду отбирать этот продукт, и как я замерю здесь, допустим, тем же ариометром. Ариометр здесь просто не встанет, ему не хватит места. Спиртомер тоже вряд ли поместится. Поэтому, что я делаю обычно для того, чтобы облегчить себе работу? Видите вот эту вот наклеечку? Вот у меня сейчас залито здесь 2 литра 45-градусного самогона. И я приклеил наклейку ровно там, где идет зеркало этого дистиллята. В дальнейшем, когда я уже солью отсюда настой, а я сюда добавлю, естественно, изюм, потом все это солью в перегонный куб. Так вот, когда я уже буду делать перегонку, я поставлю эту же банку с этой же этикеткой. И буду четко знать, что когда общий объем отбираемого продукта дойдет до этой отметки, это значит, что в этом объеме будет спиртозность 45%. Советую пользоваться этим лайфхаком. Ну, а я что? Я пошел готовить. Итак, моя задача сейчас промыть этот изюм и мелко порубить. От этого я вас избавлю. Итак, наш изюм порублен. И теперь мы с вами должны отправить его в эту баночку, чтобы он настоял наш потрясающий дистиллят. Я так вот горстями беру и вперед высыпаю. Высыпан. Мы закрываем баночку. И здесь важный момент, уважаемые зрители. На момент того, как мы ставим ее в теплое и темное место, на ней должна появиться еще одна этикетка. Когда поставлена и когда вам стоит продолжить. Ну, а теперь я ее вот так вот встряхиваю. Видите, наш самогончик уже приобретает прекрасный цвет. Водки его не будет. Да, нет, но вкус обязательно передастся. И все, наша баночка уходит в темное теплое место. И через 10 дней мы продолжаем. Пришло время, и мы продолжаем приготовление нашей потрясающей изюмной водки. Вот посмотрите, что получилось, когда настоялось на темном изюме. Вообще, цвет напоминает такой красного вина, прямо скажем. Очень хороший цвет. Ну, что, наш дистиллят готов. Соответственно, что мы сейчас должны с вами сделать. Как вы помните, я делал самогон, который был выгнан на этой колонне. Дом спирта уже превратился в настой. И, соответственно, пора продолжать и делать третью перегонку. Значит, красоту этой колонны вы можете посмотреть. Но на третьей перегонке она нам будет не нужна. Нам не нужен будет ни дефлегматор, ни сама колонна. Мы возьмем только верхнюю часть, то есть два угловых поворота, холодильник и носик отбора готового продукта. То есть, перегонять мы будем в режиме под стил. Теперь следующее вопрос возникает наверняка у всех зрителей. С изюмом это делать или без изюма? Вообще, можно это все делать с изюмом. То есть, просто вылить в перегонный куб и все. Учитывая, что перегонный куб, как вы видите, имеет вот такую бороздку. Она сделана специально на перегонном кубе для того, чтобы устанавливать фальш-дно. Но у меня нет фальш-дна. Огнать я буду на тене. Соответственно, есть возможность, что этот изюм, который содержится в нашем настое, он может пригореть просто к тену. И это мне совершенно не нужно. В общем, себе еще искать работу по чистке тена и все прочее. Поэтому я сделаю просто. Я возьму вот такой вот дуршлаг. Через него процежу наш настой. Изюм весь здесь останется. Я не думаю, что в этом изюме останется какое-то кардинально большое количество нашего спирта. Хотя, конечно, потери будут, что там говорить. Но других вариантов у меня нет. Я процежу настой, заливаю в куб, добавляю туда 4-5 литров воды. В принципе, при третьей перегонке расчет идет такой. На 1 литр самогона 40% добавляется 2 литра воды. У меня здесь 2 литра 45% самогона. Поэтому я залью просто 5 литров и не буду утруждать себя расчетами. После чего собираю наш аппарат и начинаю третью перегонку. Ну что, уважаемые зрители, как видите, наш аппарат собран. Режим под стил. Перегонный куб, два угловых поворота и холодильник. Холодильник, нижний штуцер, вот этот, подсоединен на вход воды. Верхний штуцер на слив воды. Вот, в общем-то, и все. Вместо отводочной емкости у меня сейчас стоит мизурка, ибо я все равно буду отсекать голову, несмотря на то, что это третья перегонка. На третьей перегонке головы отсекаются все равно, но не так много. Из расчета 10 мл на 1 литр самогона 40-градусного заложенного или залитого в ваш перегонный куб. Вы видите, вот имеется термометр, который нам поможет с температурой. И подсоединен через ТЭН. Далее идет регулятор мощности. Он, кстати, не входит в комплектацию. Ну и регулятор будет подсоединен вот по эту розетку. Вот, в общем-то, и все. Субтитры подогнал «Симон» Ну что, уважаемые зрители, наша третья перегонка завершена. Вообще сейчас пробовать и дегустировать не надо, потому что я говорю всегда, что после любого насилия самогона он бывает резким. И для того, чтобы вы полностью ощутили тот букет или тот аромат, который вы хотели передать в этот самогон, ему надо хотя бы 7 дней постоять в темном прохладном месте, то бишь в погребе. Ну если не 7, ну хотя бы 3 дня, и бог с ним с этим погребом хотя бы в холодильнике. Вот, но я, честно говоря, сам грешу этим, потому что каждый раз, когда я что-то сделаю, меня тянет сразу попробовать, что получилось, потому что я уже потом начинаю представлять, насколько хорош будет напиток уже через 7 дней. Так что не думаю, что здесь будет какой-то большой криминал, сразу говорю, что все-таки напиток должен стояться, он сейчас будет однозначно резким, но тем не менее тот вкус, который мы в него вкладывали, мы должны сейчас почувствовать. Давайте отведаем. Итак, вот видите, абсолютно прозрачный напиток, изюминная, изюмовая водочка. Ну, запах, запах идет, слабый запах именно изюма. Да, это изюмная водка. Сейчас чувствуется изюм, но, честно говоря, первую роль играет вот эта резкость самогона. И на выдохе чувствуется вот этот вот вкус, и вкус изюма. Поэтому, как я и говорил, напитку надо однозначно отдохнуть, именно тогда он раскроет весь свой букет. И я думаю, этот букет будет очень даже неплох. В общем, рекомендую вам, уважаемые зрители, данный рецепт. Напомню, что перегонку третью мы делали на аппарате Домспирт, который был собран в режиме под стил. И холодильник, я хочу сказать, этого аппарата справился на ура с той задачей, которую ему ставилось. Холодильник действительно очень-очень мощный. Ну, аппарат Домспирт, в общем-то, предназначен для того, чтобы вы делали ректификацию в домашних условиях. Поэтому так и называется Домспирт. Ссылочка на производителя в описании под данным видео. А на сегодня все. С вами был Самогон Саныч. Мы сегодня с вами сделали изюмную водку, рецепт которой я рекомендую вам повторить. Пишите комментарии, ставьте лайки. А вам, уважаемые зрители, здоровья и веселых застольей!